Мы открываем, по которому раньше никто не ходил. Мы осваиваем новый мир. Готовьтесь к этому новому опыту. Ваши глаза раньше не видели ничего подобного. Субтитры создавал DimaTorzok Ваша реальность сейчас изменится. Свет. Видение. Эмоция. Свет. 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 Когда-то жизнь протекала намного медленнее, и знаете, развитие было намного медленнее, чем то, к чему мы привыкли сегодня. Когда-то давным-давно, если вы рождались в семье фермера, единственное логичное будущее для вас было в том, чтобы продолжить дело вашей семьи и стать фермером. Если ваш отец был кузнецом, вы становились кузнецом. Навыки передавали от поколения к поколению. И те же самые навыков были достаточны, чтобы продолжать делать одну и ту же работу на протяжении 50 лет. Можете ли вы представить, что мы сегодня делаем то же самое, что делали наши отцы 50 лет назад? Это, знаете, было бы похоже на отправку обычной почты вместо отправки электронных писем. Тогда это считалось бы быстрым способом коммуникации и ведения дел. И, говоря о письменности, знаете, с тем, как мы отлистываем страницы истории назад, мы видим еще один огромный скачок в нашей эволюции. Изобретение печатного станка, что позволило печати книг происходить намного быстрее, чем когда бы это ни было раньше. Это тоже означает, что все идеи, новости и другие важные послания могли быть распространены по всему миру намного быстрее. Вместо того, чтобы их переписывать от руки, теперь можно было отпечатывать страницу за страницей. Конечно, потребовалось определенное время для того, чтобы составлять прессовую плиту для каждой страницы, буквой за буквой. Но это, безусловно, было огромным шагом вперед по сравнению с рукописиным копированием книг. Представляете ли вы, сколько потребовалось бы времени, чтобы перепечатать все книги о Гарри Поттере от руки? Или даже страница за страницей? Безусловно, потребовалось бы огромное количество времени, но так или иначе, это было в феноменальном развитии. В этом никаких сомнений. И это было настолько большим скачком, что подобный способ распространения информации использовался, начиная с 15 века и до 19 века, практически без изменений. Всего лишь с небольшими улучшениями. Никто не мог даже желать лучшей версии. Казалось сказкой то, что этот измительный способ распространения информации мог быть сделан лучше. Особенно учитывая, что в прошлом у нас даже бумаги-то не было. Раньше изображения и тексты могли вырезать в камни. Соответственно, тогда оказалось, что этот метод уже совершенен. Но нужно понимать, что всегда можно становиться лучше, всегда можно становиться более эффективным. Сегодня, вдобавок к печати книг в большей скорости, мы можем даже напечатать персонажей в 3D. На самом деле, нам уже даже не нужна физическая книга. Мы можем читать электронные книги. И для тех из вас, кто помнит, как мы тоскали учебники в портфелях, сегодня это уже не нужно. У вас целая библиотека, которая содержится в ваших руках, в вашем телефоне или айпаде. У вас даже не только библиотека. У вас все библиотеки мира, которые находятся у ваших пальцев. И даже на этом мы не остановились. Мы пошли дальше. Сегодня вам даже читать книгу не обязательно. Вы можете ее читать, чтобы компьютер зачитывал ее вам совершенно плавно. И знаете, аудиокниги стали доступны слепым. Развитие и эффективность продолжают приближать, но все ближе и ближе к самым разным развитием. Это делает их более доступными для того, чтобы большее количество людей могли их себе позволить и могли им начать пользоваться. То, что раньше было лишь научная фантастика и сегодня, просто является обычным способом потребления информации для современного человека. Знаете, и казалось бы, что дальше в этом направлении мы уже не можем продвинуться. Но всегда есть способы. Знаете, в будущем мы, скорее всего, сможем просто просканировать книгу, и вся информация будет загружена напрямую в наш мозг. Мы, скорее всего, будем вспоминать наши сегодняшние времена и думать, ух, ничего себе, какие люди странные бы, они книги читали. Произойдет еще один технологический скачок. Давайте поговорим еще кое о чем. Давайте поговорим о том, как раньше мы рекламировали все. Не так давно рекламам нужно было размещать только на огромных билбордах на улице или в газетах. Сегодня же мы не можем даже упомянуть рекламу, не упоминать таргетированные рекламы, персонализированных алгоритмов и искусственного интеллекта. В результате примерно 47% интернет-пользователей уже используют блокировщики рекламы или отблокеры. Даже 15 лет назад это было невозможно себе представить, и даже таких слов у нас в нашем языке не было. Но сейчас разные технологии, социальные сети, маркетинговые компании используют наши поведенческие паттерны для того, чтобы показывать нам рекламу продуктов, которые, возможно, мы подумаем, что нам нужны. Искусственный интеллект знает то, чего мы хотим, перед тем, как мы сами успеваем это понять. И, скорее всего, совсем не за горами будет то время, когда мы просто попросим Сири или Алексу показать нам то, чего мы хотим. Либо на экране, либо как голограмма, либо как дополненный объект в дополненной реальности. Вы, скорее всего, можете сказать, Сири, покажи мне визуализацию новой модели S. И визуализация этой машины покажет, появится перед нами, или проложи для меня дорогу прямо передо мной. И, соответственно, карта проявится в воздухе. И вскоре после этого нам даже говорить уже ничего не надо будет. Мы просто думать, и технология сможет воспринимать сильные засветицы в нашем мозге. И как раз такую технологию сейчас разрабатывает, например, Илон Маск, помимо всех остальных мозгосносных инноваций, на которых он работает. Он работает над первым нейронным апплантом, который позволит вам управлять мобильным устройством или компьютером, вне зависимости от того, куда вы пойдете. Опять же, маленький, небольшой чип, который сможет поменять весь мир. Еще один технологический скачок. И знаете, я упомянул дополненную реальность, просто для того, чтобы объяснить... И хочу просто объяснить вам разницу между виртуальной реальностью и дополненной реальностью. Они звучат похоже, но на самом деле два очень разных концепта. В виртуальной реальности мы, как пользователи, имеем возможность взаимодействовать с виртуальным миром. Мы, по сути, надуваем шлем и погружаемся, например, в какой-то мир, находясь на одном и том же месте. То есть мы остаемся здесь, но то, что мы чувствуем, слышим, видим, является совершенно другой внешней средой. И я бы находился, например, здесь на сцене, но мог бы стараться найти оазис, где-нибудь посередине пустыни. С другой стороны, дополненная реальность, или AR, она не переносит нас в виртуальный мир. Она просто показывает нам графику или анимацию на реальном мире, в котором мы находимся сейчас. Поэтому у вас может быть, например, экран или какой-то другой предмет, показывающий изображение перед вами. Знаете, сейчас и дополненная реальность, и виртуальная реальность уже используются в самых разных областях. Там для развлечения, для здравоохранения, для образования, для производства, для логистических лицпочек поставки, для военных, для недвижимости. Знаете, многие крупные компании инвестируют миллиарды и миллиарды долларов в развитие этой технологии. Большинство из этой продвинутой технологии пока что оставалось слишком дорогое для среднего обывателя. И поэтому она больше использовалась в медицинской и военных индустриях, там, где есть на это деньги. Но со временем все становится все более и более доступным. И будьте уверены, что в самом ближайшем будущем мы все будем использовать эту технологию. Многие технологические развития медленно развивались, но чем больше проходит времени, тем ускоряется процесс развития. Знаете, например, 17 лет назад у нас еще не было айфона. Первый айфон вышел в 2007 году. У нас еще не было Фейсбука. Тогда он, по-моему, Фейсбук был запущен в 2004 году, потом в 2005 году Ютуб, а потом в 2006 Твиттер. Тогда электронная коммерция была еще всего лишь младенцем. Еще не было мобильного интернета. И знаете, вспоминая это, жизнь 17 лет назад кажется теперь уже научной фантастикой. Как мы могли жить без всего этого? И какие цифры мы можем видеть сегодня? И знаете, в соответствии с международными исследованиями, в 2019 году 57% населения мира имели доступ к интернету. И как минимум 1 миллион пользователей интернета прямо сейчас добавляются присоединяются к этой сети каждый день. И знаете, смешно, что 52% интернет-трафика уже проходит через мобильные телефоны. Но 15 лет назад у нас еще не было мобильного интернета. 15 лет. За эти 15 лет мы сделали огромный технологический прорыв. А вы знаете, какие были первые мобильные телефоны? Знаете, в 1973 году компания Мартин Купер представила первый прототип мобильного телефона. Он весил примерно 1100 грамм, он был 23 сантиметра в длину, то есть примерно вот такой. Он был 30 сантиметров в ширину. Ну, то есть такой кирпич. Причем большой кирпич. Ну, или как примерно 13 афонов в одной руке. И, знаете, на самом деле все было еще интереснее. Поэтому телефоном можно было говорить 13 минут разговора, а затем его нужно было заряжать на протяжении 10 часов. Людям жилось проще, не так ли? Но помните, что тогда это было огромным технологическим развитием, причем феноменальным. В соответствии со статистикой 2019 года, люди тратят в среднем 6 часов и 42 минуты в день на интернете. Из них 2 часа и 43 минуты в социальных сетях. Но, знаете, тогда у людей еще компьютеров даже не было. В общем, помните это? Помните, какие были первые компьютеры? Где целая комната была заполнена одним единственным компьютером. А сейчас мы можем компьютер спокойно уместить в свою сумочку. И, знаете, у нас сегодня компьютеры, которые весят столько же, сколько бутылочки с водой. Это радикальные изменения произошли всего лишь за пару десятилетий. И только представьте, что ожидает нас впереди. И, знаете, Илон Маск, один из самых богатейших людей в мире, или самый богатый человек в мире, он известен за его действия и за его амбициозные планы, которые опережают свое текущее время. Через свою предпринимательскую деятельность он собирается изменить мир и все человечество. Одна из его основных целей заключается в том, чтобы остановить глобальное потепление. Другая — это снизить вероятность... то, что человечество исчезнет при помощи того, чтобы построить колонию на Марсе и сделать нашу цивилизацию межпланетной. Можете ли представить, что через 10 лет человек уже будет на Марсе, а через пару десятилетий на Марсе уже будут жить многие люди? На сегодняшний день это звучит как утопия. И, знаете, там ведь гравитация, только 37% того, что есть у нас здесь на Земле. Насколько нереалистичным все это кажется сейчас. Но, знаете, если Матт Дэймон смог создать природу и вырастить продукты в кинокартине «Марсианин», то это тоже у нас получится. Даже несмотря на то, что сейчас-то кажется неправдоподобным, как будто это всего лишь научная фантастика. Знаете, если мы говорим о фильмах, какие фильмы сейчас наиболее популярны? Правильно, кинокартины Марвел. Кинокартины, которые показывают кутуристические, нереалистические сцены и сценарии героев и совершенно неземные истории. Но почему? Потому что люди хотят большего. Люди хотят расширить рамки своего воображения. Людям нравится смотреть на героев. Они хотят испытать героизм через кино. И это то, что хочет большинство людей. Большинство людей хотят стать героем для своей семьи. Знаете, видя кинокартину через глаза главного героя, у них получается испытать это ощущение через них. Несмотря на то, что большинство содержания кинокартин Марвел кажется ненастоящим и выдуманным, нам необходимо помнить, что то, что когда-то было всего лишь фильмами о научной фантастике, оказалось утопическим и, возможно, даже пугающим, по большому счету, во многом на сегодняшний день стало реальностью и сделало нашу жизнь во много раз комфортнее. Позвольте привести вам несколько примеров. Знаете, летающие люди, такие как в кино «Блэйдраннер» в 1972 году, казалось совершенной научной фантастикой. Сегодня джетпаки или реактивные танцы — это то, что вы можете брать на прокат и спокойно летать. Знаете, есть те, которые работают на тяге над водой, а есть те, которые работают на тяге в любом месте. И, знаете, когда-то давно сканированность сетчатки глаза казалась чем-то невозможным и пришедшим вне Земли. Но сейчас наши телефоны и двери могут быть ими открыты. Знаете, помните то кино «Назад в будущее», где был этот сумасшедший доктор, который путешествовал обратно в будущем? Там была предсказана видеокоммуникация между разными людьми. И сегодня это часть нашей ежедневной жизни, и мы даже это делаем сейчас. И, знаете, самое, наверное, сумасшедшее из всего этого — это мультиуровневые города с летающими машинами. И, знаете, вы помните «Пятый элемент» с легендарным Брюс Уиллисом, но у меня есть такое ощущение, что летающие машины уже за следующим поворотом нашей истории. Знаете, сегодня мы проживаем мечты из творений старых фантастов, но для нас это не фантастика, для нас это повседневная, ежедневная жизнь. Мы так быстро привыкаем к комфорту, что мы уже забываем о времени, в котором у нас этих комфортов не было. И сейчас пора время посмотреть снова на научную фантастику с открытым умом. Знаете, сегодня немногие люди готовы предсказывать то, как будет выглядеть мир через 20 лет. Через 20 лет с настоящего момента никто, никто не пытается и не смеет это сделать, потому что мы сейчас находимся на пороге очередного огромного технологического прыжка, и прыжка настолько огромного, что мы себе не можем представить. Мир настолько быстро и сильно меняется, что никто не берется предугадывать все изменения, которые будут. Когда Генри Форд изобретал конвейерную ленту, он это делал для автомобильной индустрии, для того, чтобы он мог собирать свои машины быстрее и дешевле. Он не собирался менять все производства по всему миру и тем самым поменять все общество потребителей. Но он это сделал. Когда был изобретен интернет, никто даже предвидеть не мог, что в 2021 году 8-летний мальчик из Лондона мог зарабатывать деньги при помощи учетной записи в ТикТок. Знаете, никогда не было заложено в планах, что президент США будет распространять свою информацию при помощи Твиттера. Мы живем в странном мире, но знаете, если бы человек сказал об этом тогда, то его бы могли упечь в психушку. Поэтому кто смеет сказать сегодня, что нас ждет через 20 лет без того, чтобы на такого человека наложили ярлык сумасшедшего? Но почему мы сейчас находимся на пороге огромного прыжка технологического вперед? Ведь знаете, что происходит в нашем мире сейчас? Многие страны закрыты, ограничены полеты, все находятся в масках, люди не могут путешествовать, запрещены во многих местах сборы, много где закрыты кино и рестораны. И мы имеем возможность общаться сейчас с вами исключительно через интернет. И знаете, я не думаю, что те, кто изобретали интернет, когда-нибудь предсказывали подобное развитие событий. И в фантастике мы часто видим ситуации, катастроф. И мы сейчас проживаем как раз одну такую катастрофу, одно такое бедствие. И мы также видим одно из развитий будущего. И одно из таких будущих будет запущено сейчас. В мире так много разных возможностей, но тем не менее они ограничены. Возможности очень часто ограничены вашими связями, вашими навыками или тем местом, где вы обитаете. Мы, конечно, можем сказать, что возможность всегда есть, и она действительно есть. Но тем не менее, шансы, как правило, против вас, шансы малы. Но что если бы я сказал, что есть способ как сбросить текущие настройки мира? Что если есть возможность для каждого из вас начать вашу жизнь с нуля? Что если бы вы могли путешествовать по всему миру и увидеть прекрасные виды и сногсшибательные пейзажи, которые существуют на нашей планете? Что если бы вы могли работать на работе, о которой всегда мечтали, но на которую вы или не могли податься, или потому что на нее не нанимали в том месте, где вы живете? Что если бы вы могли открыть тот бизнес, о котором вы всегда мечтали, но вы всегда чувствовали, что вы уже опоздали на корабль, что нужно было начинать 5, 10 или 15 лет назад? Представьте себе будущее, в котором у нас есть два мира. Физический мир, тот, который у нас есть сегодня, а затем виртуальный мир. Виртуальный мир, который может помочь нам исполнить наши мечты. Виртуальный мир, который является точной копией нашего текущего мира и отчасти является и сформированным заново миром виртуальным. Мир, в рамках которого мы можем путешествовать и смотреть, смотреть на все места, на которые мы хотели посмотреть, где мы можем почувствовать, когда вот и находится там. Мир, где наше рабочее место находится там, где мы хотим. Мы можем физически присутствовать у себя дома, но виртуально, например, быть в офисе. И вам больше не нужно будет ездить на работу, на автобусе, на метро или на машине. И не нужно будет тратить 2 часа вашей жизни ежедневно на эту дорогу. Нам больше не нужно впустую тратить это время, проводя ее в пробках. Вместо этого мы можем потратить это время на то, чтобы заняться спортом, пройтись, погулять в природе или провести это время с семьей. Нам больше не нужно покупать маленькие квартиры в центре города, чтобы постараться приблизиться к офису. Но за эти же деньги мы можем жить в огромном доме далеко, ничего не упуская, потому что за покупками мы можем ходить виртуально, мы можем виртуально посещать торговые центры, смотреть, что есть в разных магазинах и примеривать на себя то, что хотим. И с тем, как наши измерения, включая наши руки, ноги, все сканируется и переносится в виртуальный мир. И с этим мы можем сразу, например, примерить на себя одежду и посмотреть на то, как она на нас смотрится. Нам бы не приходилось прикладывать усилия для того, чтобы меня между одним и вторым. Знаете, это сложно. Это все истощает. Все это мы можем убрать из нашей жизни. И поскольку торговые центры виртуальны, мы можем посмотреть торговые центры, которые находятся по всему миру, не покидая комфорта собственного дома. И мы это можем сделать вместе с нашими друзьями, которые также находятся у тебя по домам. Ведь, знаете, вы можете взять с собой друга из Йордании, из Австралии, из Мексики и пойти посмотреть магазины в Лондоне вместе и получить замечательный виртуальный опыт хождения по магазинам. И, знаете, сразу после этого вы можете полететь за две минуты, перелетев в Барселону, и замечательно прогуляться в парке Дегуэлл. Оттуда, куда бы вы с вашими друзьями не хотели поехать, все зависит только от вашего воображения. Вы можете взять всю свою семью в отпуск, которой вы не могли себе позволить. Ваши дети могут увидеть и научиться огромному количеству информации о мире. больше, чем они, когда вы это не было знали раньше. У вас есть возможность испытать виртуально то, что вы делали раньше. Такие, как, например, прыгание с банджи или прыгание с парашютом. Что бы вы ни хотели. И поймите, что это все ощущается реальным. Реальным. Потому что на вас надет костюм, который измеряет ваше тело и дает вам соответствующий импульс, когда вам нужно. Поэтому то, что вы чувствуете, настолько реально, что вы даже не понимаете, что вы находитесь в виртуальном мире. И с тем, как вы жмете руку вашему другу, он чувствует, как его руку сжимают. Когда вы обнимаете кого-то, человек чувствует эти объятия. И вы можете даже пойти к массажеру или к массажисту, не покидая своего дома. Потому что этот костюм способен передавать давление на вашу спину точно так же, как его передает терапевт. И знаете, вы можете построить в этом виртуальном мире бизнес, который сможет достигнуть международных уровней. У вас может быть виртуальная работа, в виртуальном офисе, в виртуальном мире. Знаете, возможности безграничны. Ведь у нас так часто не было возможностей. И поскольку многое сейчас переносится в виртуальность, нам больше не нужно строить большие города. Нам больше не нужно больше строить торговых магазинов, парковок, огромных бетонных коробок. Мы можем спасти наш мир. Мы можем снизить количество пластикового и других загрязнений. Переходя в виртуальный мир, мы можем спасти природу и планету. Мы можем спасти то, где обитают наши физические тела. Вместе с тем, мы бы открыли безграничные возможности для осваивания новых навыков и новых дел. Мы смогли бы открывать бесконечное количество новых бизнесов, бесконечное количество новых рабочих мест. Мы смогли бы оптимизировать миллионы процессов, которые являются ненужными в сегодняшнем дне. Мы можем действительно сделать этот мир намного лучше для жизни. Представьте, что бы вы могли сделать. Представьте, что бы вы хотели сделать, если бы у нас был такой виртуальный мир. В этом виртуальном мире мы бы могли зарабатывать и использовать наши местные валюты. Но поскольку мы говорим о международном мире, о глобальном мире, то я думаю, что не было бы ничего более простого, чем использование глобальной криптовалюты, такой как ДакКоин. Понимаете ли вы, к чему мы двигаемся? Понимаете ли вы сейчас, к чему нас мир переносит? И после сегодняшнего дня мы уже не начнем говорить «а что если?». Мы начнем, наоборот, исследовать это. Возможно это. Это возможно. Ведь единственным нашим ограничителем является наше воображение. После сегодняшнего дня у каждого из вас будет ключ, чтобы открыть эту дверь в другой мир. И посмотрите. Сегодняшний мир полон вызовов. Разве у вас нет ощущения, что уже на протяжении долгого времени мир остановился все меньше и меньше, и что в мечтах как будто уже нету той искры? Парадокс и противоречие окружают нас повсюду. Планета перенаселена. Но вместе с тем, чем больше людей, тем больше мы чувствуем себя в одиночестве на личном уровне, тем дальше мы чувствуем себя от друзей в нашей семье. Они говорят, что информация — это сила. Но чем больше вы к ней получаете доступ, тем бессильнее мы себя чувствуем. Тогда, пока мы тонем в информационных волнах, мы ожидали, что технология будет помогать нам в нашей ежедневной жизни. Но чем больше она делает, тем больше мы от нее зависим, тем, чем беспомощнее мы себя чувствуем. Слишком много стресса. Слишком много времени тратится впустую, едет до и с работы. Мир двигается слишком быстро. Слишком много всего нужно сделать, и слишком мало времени. Не хватает времени, чтобы провести его с семьей, с друзьями, и просто наслаждаясь жизнью. Знаете, иногда не хватает времени даже на то, чтобы приготовить полезный обед, разделить его с кем-то. А как насчет, как путешествия и наблюдения за природой, когда вы пошли не раз, отдыхали на пляже или высоко в горах? Знаете, ведь мы не позволяли себе жить, дышать и просто вдохновляться многообразием жизни. Мы были слишком заняты, производя, тратя, потребляя, снова и снова, постоянно стараясь заполнить некую пустоту, пока мы окружены слишком огромным количеством шума от новых коммерческих предложений. И этот образ жизни не только оказывает влияние на наши карманы и наши умы, он оказывает влияние на весь мир. Загрязненный воздух, переполненный пластиком моря, постоянные заполнивые мусорные пакеты с пластиком, пока мы все еще продолжаем искать то, чего нам не хватает. Но мы не знаем, где это искать. Счастье, свобода, большая реальность. С тем, как и люди, поскольку мы все люди, мы постоянно ищем смысла, мы ищем счастье, мы ищем настоящих связей. И, учитывая то, и хотим делать наш вклад в эту жизнь, но вместо этого мы начинаем тревожиться, мы начинаем переживать из-за плохих новостей. И если бы этого было недостаточно, то случилась пандемия, кризис здравоохранения, карантинами и самоизоляциями, и мы начали понимать, сколько на самом деле времени мы тратили впустую, и чем мы жертвовали. Мир поменялся. Те проблемы, которыми мы сталкивались до этого, стали более очевидными. Больше изоляция, больше расстояния между людьми. И появились новые проблемы. Проблемы, которые мы испытываем по сей день. Закрылось много бизнесов, много людей потеряли работы, многие поездки отменились на неопределенный срок, объединение семей на время отложено, отсутствие свободы, люди запертые, люди, находящиеся в состоянии депрессии, возможно, мы начинаем испытывать сейчас ранние степени восстановления, но мы далеки от завершения, и сложно понять, когда мы сможем вернуться к обычной жизни, и насколько эти эффекты от этих сложных времен продлятся. Но одно точно, мир не вернется к тому состоянию, в котором он был. По-разному. Но в этом темноте мы можем разжечь огонь. И сейчас пора вернуть себе контроль. Технологическая инновация это постоянный источник жизни во все времена. И когда он используется правильно, она действительно может спасать жизни. Эта текущая неопределенность также стала ускорителем для технологического развития. Мы понимаем, что мир хочет двигаться дальше, и мы готовы подготовить его к тем кризисам, которые могут приходить. Технологические усовершенствования уже спасли многие работы и многие бизнесы во время пандемии. Это заставило нас переизобрести наши собственные навыки, продолжая собственное образование без необходимости посещения физических учебных заведений. Спасло многим людям их умственное здоровье. позволяем соединиться со своими друзьями, родственниками через экраны. Нужно понимать, что изоляция стала проще благодаря интернет-свиданиям и международным вечеринкам. Сейчас у нас уже есть искусственный интеллект, 3G, 4G, 5G, смарт-контракты, блокчейн, дагчейн, бигдата и другие технологии меняют привычки и бизнес-модели. Они улучшаются. Они улучшают медицинское и научное исследование и помогают людям работать сообща по всему миру. Трансформируя мир по одному шагу за раз. Глобальная индустрия информационных технологий самая быстро растущая индустрия за последние годы. И на сегодняшний день, благодаря пандемии, ее рост был, по сути, взрывоподобен. В 2020 году доходы этой индустрии достигли 4 триллионов долларов за год. технологический сектор чувствовал себя много лучше, чем многие другие сектора во время пандемии. И нужно понимать, что сейчас у нас есть прогноз того, что в 2021 году мы достигнем 5 триллионов долларов. И сейчас у нас уже есть решение для ежедневных проблем. И мы всего лишь в одном шаге от того, чтобы представить новую технологию в нашу жизнь, которая сможет поменять ее навсегда. Сейчас пора заново изобрести реальность без ограничений. Что такое The View? View — это платформа, созданная в Голландии. Это новый виртуальный мир. Платформа, которая основывается на том мире, в котором живешь ты. Там ты можешь создавать и возсоздавать бизнес-коммуникацию, образование, путешествия, торговлю и многое, многое другое. Мы разработали эту платформу. Будь с нами на борту. Мы ждем возможности по-новому жить, путешествовать, развлекаться, покупать и даже зарабатывать на жизнь. Карантин по всему миру поменял наше восприятие реальности. И мир, мир в мгновение, превратился в четырехстенную коробку нашей замкнутой квартиры. Делать нечего, переживать нечего, поехать некуда. Ты делаешь одно и то же. Каждый день, целый день. И The View, взгляд, открывает новое окно, новый взгляд в мир без ограничений, где возможно все, в абсолютной безопасности. Теперь не нужно жертвовать свободой. Теперь не нужно жить в изоляции. Больше нет парадокса одиночества. The View освобождает нас и отправляет нас туда, где мы хотим быть. Мы свободны, мы связаны. Реальность снова расширяется. А что если все везде стало возможным? Представь, ты можешь отправиться в путешествие, открыть новые места, исследовать невероятные горные массивы, исторические памятники. Памятники, при этом, тебе не нужно даже покупать билет на самолет. Возможно, ты отправишься даже в места, которые еще пока не существуют. Или, быть может, первой отраслью, которая будет на борту The View, будет туризм. Глобальная туристическая индустрия росла семимильными шагами до пандемии. И путешествие всегда вдохновляет людей. Оно мотивирует нас. Путешествие учит нас чему-то, расширяет наше видение мира. Но теперь это так важно, и нам этого так не хватает. Теперь представь, ты можешь отправиться куда угодно, где угодно, в единое мгновение. Ты можешь путешествовать, как никогда доселе. И при этом, ты не должен быть один. Ты не один. Ты с семьей. Ты в классной аудитории. Ты с друзьями. Ты сможешь путешествовать снова вместе. И это лишь одна составляющая твоего нового виртуального мира. И это все. Только начало. Представь, ты можешь переживать полноценный опыт образовательного какого-то мероприятия или какой-то конференции по чистосвому развитию в комфорте своего дома. Представь, ты присоединяешься к обучающей сессии или отправляешься в университет с полным опытом погружения. Или ты на концерте, или ты на спортивной площадке, как будто ты сам спортсмен, как будто рядом с мячом. Представь, ты занимаешься йогой или участвующий в сессии личностного развития. Представляешь, ты покупаешь онлайн, как будто ты прямо в магазине. Или даже осматриваешь свой новый будущий дом. Ты пройдешься по всем комнатам, не покидая свою комнату. И мы можем сделать так много всего. Самый ценный актив, который есть у нас, это наше знание, наш опыт, то, что мы пережили, и наша возможность человеческой связи. The View открывает окно к бездне знанию, к огромному сундуку сокровища знания, воспоминаний, которые мы обретем, и тех личностных связей, которые мы наладим, которые мы будем усиливать, где бы мы ни были, с нашими близкими, любимыми. Посмотрите, чему можно научиться. В полной свободе подумай, что ты можешь пережить без ограничений. Это бесконечный рост. Видение, инновация с этими инструментами. The View позволяет тебе увидеть мир. Добро пожаловать. Вау! Ничего себе! Боже мой! Это чё, серьёзно, что ли? Фу! Серьёзно! Это просто потрясающе! С ног сжибательно! Ох! Оно того стоит, ребят! Кризис! Кризис, это вообще просто, это невообразимо, реально. Да. Целый новый мир. Это просто целый новый мир. Вау! Я вернулся, я только что, я не хотел уходить из этого мира. Это приключение для меня было. Это было просто невероятно. Добро пожаловать на новую виртуальную реальность. View. Мы его создадим, мы его построим, этот мир. Вау, вау, вау! Дамы и господа! На прошлой неделе я вот наделал эти виртуальные очки. День был очень холодный, дождь шёл, в общем-то, как бы, и при этом никому ещё нельзя во время карантина выходить. И вместо того, чтобы смотреть в печальное окно, я играл в пентхаусе на Гималаях с эстонскими-то парнями в настольный теннис, понимаешь? Конечно, я выиграл, да. Ты выиграл, да? Я честно тебе скажу, ты это не выиграл. Мы эстонцев постоянно побеждаем голландцев. Буахаха. Грэг, что-то делал? Я был в музее Дали. И Сальвадор Дали, он просто сумасшедший в своём стиле изображения. И я летел над пустыней и смотрел на дворец и на сумасшедших слонов в картине «Ночь приснив...» Сон, приснившийся за секунду до пробуждения. Я даже не знаю, как всё это описать. Это было настолько реально и настолько же и нереально. Это был просто потрясающий опыт. И ты всё ещё стоял здесь. Да, я всё ещё здесь. Я столкнулся с роллом, когда я играл в теннис. Извини, дружище. Да. Ты не знаешь, чем я занимался. А чё ты делал? Может, вы не хотите даже об этом знать, но я залез на Гималайи. И это было... До тех пор, пока я не поскользнулся. И можете себе представить, я поскользнулся. И я падал, моё сердце пристало стучать. И потом я вижу, что я стою в своей комнате. Это не потрясающе ли это? Я говорю, я хочу сделать это снова, я снова надел эти очки. И я начал ещё раз, но я опять упал со скалы. Ты очки надел, а потом упал, да? Нет, я чувствовал себя в безопасности, я на что-то там наступил. Но вы даже не можете себе представить, когда вы это попробуете на себе, когда вы заходите, знаете, всё вокруг всех тишина, и когда ты расслабляешься, потом приходит огромный шок, и бум! И ты просто... Это меня настолько шокировало, что я упал прямо на свою пятую точку. Это было настолько реально. Это новый мир, дамы и господа. Новая реальность. Да, всё так. Я на самом деле был в Нью-Йорке, там живой никогда не был. Я много путешествовал, но туда как-то никак не доехал. И я видел все эти занятые улицы, как люди ходили, разные площади, парки. Знаете, я практически физически там находился. Поразительно. Вот как мы быстро забываем, что мы же в виртуальном мире. Я вот играл в этот настольный теннис, хотел там стаканчики на стол поставленных. Борис, стол-то не настоящий, понимаете? Да. Это очень классно. Круто, что уже есть некоторые эти опыты, которые уже существуют сейчас. Но то, что мы с вами сделаем, мы построим весь объединенный мир, в котором вы сможете сделать всё, что вы захотите. Я скажу вам, что я думаю о том, что является самой потрясающей частью всего этого технологии и опыт по мере того, как они могут существовать по отдельности сегодня. Они становятся лучше и лучше и лучше каждый день по всему миру. И красота всего, чем мы обладаем сегодня, это то, что мы можем взять это, использовать и создавать лучшие, большие и более потрясающие, более великолепные, более магнетичные, более притягивающие опыт, в котором люди захотят участвовать. И всё это будет передано вам через технологию View. Это сногсшибательно. Да, честно скажу, я вот был во многих местах через этот View и мне кажется, что фоминально, знаете, если вы ни разу это не одевали, то вам нужно это одеть, потому что вам нужно испытать то, каково это ощущается, потому что точно, как Крис говорил до этого, перед тем, как он это нам представил, оно позволяет вам видеть то, что вы никогда не видели и слышать то, что вы никогда не слышали и почувствовать вас то, что вы никогда не чувствовали. Но более важно, у меня получилось пойти на футбольную игру, футбольный матч Реал Мадрида и посмотреть ее виртуально, находясь прямо вот за воротами, за футбольными воротами. Знаете, мой сын играет в футбол, ему 15 лет, и моя дочь играет в футбол, ей 12 лет, и поэтому, знаете, они видят, как я работаю в своем офисе, постоянно хожусь, как я хожу, а я ведь там вот двигался, и они смотрели, но только пока я был там, они тоже захотели попробовать, и знаете, для них опыт, когда они смотрели профессиональную работающую футбольную команду непосредственно с поля, это, наверное, один из самых великолепных опытов, который может поражить ребенок, и знаете, мы ходили на разные другие спортивные мероприятия, и знаете, здесь я тоже поиграл в пару игр, и нужно на самом деле быть осторожным, если вы единственный, кто понимает, что происходит, то знаете, в доме вы двигаетесь, вы делаете разные моменты, и кто-то, возможно, думает, что вы приняли что-то, что слишком сильно повлияло на голову, но хочу вам сказать, что это великолепный опыт, и я надеюсь, что когда вы увидели видео, вы поняли, что происходит, но это только начало, вы не представляете, какие возможности сейчас направляются в вашу сторону, благодаря... Я еще немножечко погружусь, потому что это было просто потрясающе. Слушай, осторожней, не упади, там акулы, говорят, были еще у тебя. Вау. Надо вообще показать людям тот мир, который мы сотворим, и как там будет выглядеть будущее, чтобы ребята дома, наши партнеры в Саксесфакторе поняли. Что же это будет значить для вас, для всех людей? Которые купили пакеты основателей. Что же это будет значить для вас? Это великолепие! Мы его откроем для вас. Очень скоро, через несколько времени. Мы вернемся и покажем вам все, всего, чего вы ждали так долго. После рекламной паузы. Публичета! Ждите, то есть, как бы, возвращаемся назад. Назад! Назад! Назад во вью! Ну, хорошо, ладно. Итак, назад в будущее! Назад в будущее! Погнали! У-ху! 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 Субтитры делал DimaTorzok Нам было очень сложно об этом не рассказать. Вам было тяжело не знать, а нам тяжело было от вас утаивать. Чем больше мы работали над этой штукой, чем больше мы ее реализовывали, тем больше мы радовались от того, что есть такая возможность. У нас сегодня настал день. Сегодня момент славы. Мы сделали это. Мы запустили этот проект. И вью был запущен прямо в ваши дома, дамы и господа. И честно говоря, когда было запущено видео, я на самом смотрел на VIP-ов. И вы не видели нас, но мы, все пятеро, мы смотрели на вас. И мы видели ваши эмоции, Квинни. Мы видели эмоции Эрика. Мы видели Эмморико Хуго. И я понимаю, через что вы сейчас проходите. Я видел, что это значит для вас, что это дело с вами. Я видел, ребята вообще просто не могли впитать такую объем информации. Ахмад там видел, да? Он чуть не выполз, я видел Вадим и Марина. Я видел, Марина пришла к Вадиму. Ой, 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 ой. Я смотрел на вас, ребята. Я даже чувствовал ваши эмоции на вашем лице. Что же там будет, что же там будет, что же там будет. И я видел, как многие из вас демонстрировали свои эмоции. Я должен быть честен с вами. Вчера вечером... Во сколько это было, Роалд? Когда мы видели это видео? Ну, наверное, 2-3 часа по-нашему ночи. Да, 2 часа ночи, все правильно. Мы были в нашем корпоративном офисе, нас пятеро, пятеро которых вы видели, и Андреа тоже там была, и мы смотрели это видео, и знаете, я сидел на... Нет, в виртуальной реальности, но я чуть не упал от эмоций со своего стула. Вау. Слезы на глаза наворачивались, да? В принципе, да. Мы, конечно, провели большую работу, и мы видим, что мы сделали это для людей. Мы сделали видео, сделали прекрасные презентации, рассказали о нашем проекте, сделали полноценное приложение, и все это воплотилось в одном цельном видео, которое повело нас по этому пути. Мы придумали эту идею, и мы начали над ней работать, мы начали сотрудничать, мы обращались из Амстердама в Таллин, Эстонию, летали туда-сюда, чтобы инкорпорировать все это. Все время тестироваться на ковид пришлось. И много ковид-тестов, и у меня уже там ноздри расширились от этого теста. Они постоянно совали мне эти вещи в мой нос, понимаете, о чем я говорю. И знаете, у нас была идея о виртуальной реальности, об этом мире, и он начал расширяться и расширяться, и в следующий час, полтора часа, не знаю, сколько времени это займет с вами, но не знаю. Ну не знаем, но... Мы будем пытаться показать вам, что вы только что купили, ребята, потому что все... Знаете, это близко. Да, 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 уже пакет фаундеров больше нельзя купить, но... 6 тысяч партнеров в сети SuccessFactory купили либо один, либо несколько пакетов-основателей, то есть тысяч людей в системе. Вы, ребята, с пакетом-основателя, вас более 6 тысяч, и вы застолбили себе место в кругу-основателей. Представьте себе, вы те самые, кто принял решение, и вот вам результат. Вы... Может быть, вы приняли решение. Вы никогда не пожалеете об этом решении в своей жизни, потому что то, что вы купили, это больше, чем жизнь. То, что вы инвестировали, то, что вы инвестировали, я предскажу вам следующее. После презентации вы увидите, если вы подумаете, что я прав. Я думаю лично, что то, во что вы инвестировали за короткий период времени, за 2-3 года, вы не только вернете свои инвестиции, но вы не только в месяц будете зарабатывать эту сумму, не только в неделю, но я предсказываю, что в следующие 5 лет вы будете зарабатывать ту сумму, которую вы вложили только что, каждый божий день. Следующие 5-10 лет этот возврат на инвестиции сделает вам каждый час вы будете получать ту сумму, которую вы только что инвестировали. Почему? Потому что мы создаем мир больше, чем та планета, на которой мы живем. Но ты сказал, а? Слушай, мне реально сейчас это как бы мурашки, понимаешь? Говоря уже обо всем остальном, что мы покажем сегодня, ну...